Так, вышли погулять, вышли на проспекте мира, это главное здание московского метрополитена, а здесь рядышком здание моя работа, и вот как вы видите, в здании практически везде горит свет, то есть люди работают, никакой локдаун или выходные дни этому зданию не помеха, но вопрос в том, а для кого они работают, потому что вот, например, подошла девушка, а вход запрещен, работают они должны для людей, искать работу, предоставлять работу, но людей они туда внутрь не пускают. Интересно, да? Что? Все виды оказания услуги онлайн. Онлайн, ну ясно, онлайн. Всем привет! Перед началом влога не забудьте поставить пальчик вверх. Напоминаю, просто там в комментариях писали, что нужно напоминать всем тем, кто... У нас режиссер Валентин Степанов, мой мастер, говорил всегда. Так, для тех, кто в танке, напоминаю. Так вот, для тех, кто в танке, напоминаю, не забудьте поставить пальчик вверх. Перед просмотром, перед влогом, перед видео написать комментарий, любой, хоть что там, галочку, зайчика, ромашку, цветочек, и вообще прокомментировать на сегодняшнюю тему. Чем вы занимаетесь влогауном? Чем вы занимаетесь в выходные дни, которые уже прошли и проходят? Не знаю, в каких-то регионах, говорят, его продлевают. Продлевают ли в вашем регионе? Если да, то напишите, что у вас за регион, и напишите, да или нет. Будет очень нам интересно. Потому что здесь Песков сказал, что слухи, что президент хочет продлить, это бред. Но, опять же, говорят, в каком-то районе, где-то в Саратовской или в Самарской области, говорят, что в Нижегородской области, что она уже первая продлила этот локдаун в выходные дни, я не знаю. Напротив, здесь раньше был всеми известный дворец спорта. Олимпийский, там, где проходили олимпийские соревнования 80-го года. Здесь были же большие комплексы, куда Паша ходил в бассейн, и прыжки в воду. Здесь отдельный, отдельный прямо комплекс был для спортсменов. То есть были просто треки, был олимпийский, там, где, не знаю, люди вообще занимались или нет. Там, где проходили потом в последнее время концерты, мы сюда и на Милену Хафармер ходили. И были отдельно павильоны или, как скажем, корпуса, например, для пловцов, для видов спорта, таких как прыжки вода. То есть в воду отдельные просто стояли павильоны. И, как видите, начали реконструкцию этого здания. Говорили, что полностью не будут ничего сносить. Но так как у нас работают строители из ближнего зарубежья, они там снесли основные балки, и здание просто обрушилось. Можете посмотреть это в интернете, и не знаю, было это сделано специально или нет. В общем, сейчас все строится с нуля. Ну и, конечно же, огромнейшие деньги, инвестиции вваливаются просто вот в это место. Что сейчас там происходит, сейчас мы с вами заглянем в щелочку и посмотрим. Ну, как вы видите, вот эти всякие мосты, которые были, ну все, я не знаю, или с нуля строятся, но я думаю, что с нуля. Ну, в общем, сам факт остается фактом, что разрушили такую по-собянински. Вот прямо истина Собянинская, так разрушить все до нуля, потом построить бизнес-центры, там, где вроде жить людям нельзя, реноваться, или построить огромнейшие дома, там, где люди всю жизнь прожили, выселить людей на окраину Москвы, и потом построить там высотки, и продавать это в четыре раза дороже, чем люди бы могли продать, например, свою хрущевку. Но, не знаю, хорошо ли это, плохо, жили бы вы в центре Москвы, где вы жили, и вас бы переселили куда-нибудь в Южное Бутово, в Новый Дом, или жили бы в своем микрорайоне, где вы всю жизнь прожили, где прожили ваши друзья-близкие, где вы просто привыкли жить. То есть, для самых, самое важное, что для многих людей просто проблематично переехать из одного города в другой, из одного района в другой. То есть, все это привычки, и это очень, мне кажется, очень проблематично, поэтому, интересно даже очень. Вот. Поэтому, вот, здание, в интернете есть видео, как какую-то там нужно было часть им разрушить, потом, значит, там что-то достроить, по-моему, купол, что ли, или что-то они там делали крышу. Ну, в общем, сам факт того, то, что разрушили так, что просто все, все, все здание Олимпийского просто разрушилось, и тут же разрушили и все остальные корпуса Олимпийского. Это очень, очень печально, еще раз повторюсь, это все так по-собянински, по-собянински. Так, прямо, как он любит на плитку класть асфальт, не снимая плитку, или на асфальт плитку, и потом снова плиткой, асфальтом. Ну, в общем, все это прямо классика жанра нашего любимого Собакина. Погода такая, знаете, вот тепло закончилось, говорят, аномальное потепление, а в Москве вот этот туман стоял два дня, что люди только про него не писали, что это Собянин распыляет, что там коронавирус, вакцину, и что там только, значит, не это, не говорилось так, паспорт вон, почитайте, никакой информации, когда достроят, ничего, просто кто строит, и все. Где? Окончание строительства сентября 22-го года. Сентября 22-го года, видите, как быстро построят. Ну, короче, это, два дня туман стоял, и люди почему-то и в интернете все говорят, что это произошло ночью, но на самом деле не ночью. Мы пришли с улицы, было тепло, да, мы с тобой гуляли, такая теплынь была, а потом вечером Паша вышел на балкон покурить, и этот, как называется, говорит, там такой туман, ну, это часов 11, мне кажется, да, вечера было? А потом еще больше, там через какое-то время он снова вышел, вышел снова на лоджию, и там, короче, он еще плотнее стал, и всю ночь висел, и весь день висел, и вот вчера, и сегодня, мне кажется, даже остатки немножко вот остались, и вот эти знаменитые фотографии в интернете, там делового центра, Silent Hill, да, вот это все, и Арбата, и Красной площади, и храма Василия Блаженного. Мы хотим сходить вот вперед, там такая церковь стоит интересная, всегда мимо нее проезжаем или на машине, потому что тут транспорт не ходит по этой улице, Щепкино, это вот параллельно, там проспект Мира идет, это вот здание, как раз главного корпуса этого метрополитена Москвы, а мы хотим всегда вот там вперед. Как-то очень давным-давно, когда мы искали квартиру на съем, там, кстати, была квартирка, помнишь, на сдачу, там какая-то такая убитая какая-то квартира была, с очень странной хозяйкой, которая все какого-то подвоха искала, все думала, что ее в чем-то хотят обмануть, очень такая была странная, ну, короче, было дело, я говорю, вот мы когда снимали квартиру искали, это, конечно, был трэш, сколько мы повидали хозяев, и с их бзиками, с их разбалованностью, потому что, конечно, квартиры-то в Москве сдаются, они имеют право выбирать одного человека, пустить и другого человека, там не пустить и все остальное, поэтому тут... Сегодня, кстати, прочитал новость, что всех гостей столицы, такая, которая приезжает работать, как это называется, ну, мигрант или, да, вот, им сейчас хотят сделать, это уже на уровне главного прокурора нашей страны, забыл, какую-нибудь фамилию, как же его зовут-то, Пастыркин или кто-то, да. Короче, что все, кто будет заезжать в страну на работу, или там, ну, там, в гости или еще что-то, они должны будут сдавать отпечатки пальцев себе. То есть это вот сначала где-то в густе мы предложили, а все, может быть, знал, что это даже до Бастыркина дошло. Так что готовьтесь, кто к нам в гости приезжает, с Казахстана, с Узбекистана, сдавать отпечатки пальцев. Все связано с этими убийствами, насилием и беспределом, что творится в стране, я за. Я посмотрел, сколько лайков стоит под этой новостью в РИА Новостях. Это, конечно, ну, люди понимают, что действительно это нужно сделать. Здесь еще такое здание, как, господи, спаси, помнишь, как в Америке-то эти были башни-близнецы. Ну, вот оно, конечно, не такое высокое, но очень похоже. Клерки здесь сидят, наверное, какие-то, как их зовут? Белые воротнички. Белые воротнички, да. Офисный планетон. Но мне почему-то кажется, что в таких зданиях, где очень-очень много всяких, вот, явно фирм, просто фирм, 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 фирм. На каждом этаже по 10-12 фирм. Здесь есть всякие такие, знаете, типа могут сидеть черные риэлторы, ну, всякие, знаете, вот, которые, которые деньги выбивают с кредиторов, коллекторы, вот, типа, знаете, вот что-то вот такое. Но в советское время что-то здесь, наверное, какой-то институт был, хотя там что-то, вот, какой-то знак, кстати, висит даже с, как это, с гербом Москвы, да, может, что-то даже государственное. Может быть, ну, просто я тебе же говорю, что мне так кажется. А когда кажется, говорят, креститься надо. Вот, знаете, у нас сегодня возник вопрос по этому локдауну. Значит, мы идем, в переходе люди хотели, видимо, что-то продавать, там, где продают шапки, там, трусы, носки и все остальное. Ну, в переходе, сами знаете, что могут продавать, там, наушники. И для того, чтобы, видимо, работать, у них такие таблички были написаны. Что там? Новорот первой необходимости. Открытая туалетная бумага, стиральный порошок, суперная паста, ну, в общем, всякая фигня. Всякая чушь, которая там, маски. Ну, даже не маски. Да? А, спички, спички. Спички, да, мыло. Такое самое дешевое миф, там, спиральный порошок в коробках для ручной стирки. Ну, самое дешевое, думали, что они будут работать. А все эти киоски нахер закрыли. А потом, значит, мы выходим на поверхность, перешли от космоса со своей стороны на сторону ВДНХ, к метро. И, значит, в автобусе-то смотрим, что автобусы-то идут полные. То есть, вот что это за локдаун, да? То есть, что это за выходные дни автобусы просто битком. То есть, ну, хотя бы сажали только по посадочным местам или еще что-то. Кому нужно бы добрались, вызвали бы такси, я не знаю. Ну, то есть, ну, что-то бы можно было придумать. А здесь получается, что, значит, здесь киоск не работает. То есть, люди через пешеходный переход подземный проходят толпами. А, значит, остановиться, купить себе наушники нельзя. Ну, то есть, до такого бреда, и я еще единственное говорю, что значит товары первой необходимости? Молоко, хлеб, сыр. А если я делаю ремонт? А если я, например, как называется? Ну, вот у меня экстренно что-то там сломалось, труба потекла. Мне нужна срочно изолента, не знаю, заискрила. Ну, то есть, ну, то есть, мне нужно срочно какие-то там гвоздь, блядь, купить. А гвоздь я не могу купить, потому что все эти магазины закрыты. А Паша говорит, а трусы тоже первая необходима. Су человека порвались трусы или, как его зовут, лифчик, например. А человеку на свидание, что он должен в рваных трусах или в лифчик идти? Конечно же нет. То есть, до такого вот бреда, вот мне как-то кажется, что это... Ну, я понимаю, торговые центры закрыть, я понимаю, закрыть места общего скопления людей. Например, там кинотеатры, театры, развлекательные всякие, где концерты проходят. Потому что там полтора, два часа, три часа люди могут сидеть в одном месте. Все в одном месте вот так вот сидеть, дышать друг на друга, кашлять там, не знаю. Но на улице, когда ты проходишь, значит, Союз Печать открыта, газета, это первая необходимость. Новости читать, да. А значит, киоск, где продаются туалетная бумага, спички, наушники, там, не знаю, шапки, варежки, перчатки. Это значит, все, значит, закрыто. А ты же хотел, или ты другое хотел, не коты? Сейчас мы зайдем туда. Зайдем, ты думаешь? Там же, видишь, там, через полоположки. Ага. Короче, вот. Мне кажется, это все в другом месте. С другой стороны входят. А что это за поликлиника? Московский областной научно-исследовательский. Клинический институт Владимира Моники. Основан в 1775 году. Так. Мы сюда, кстати, как-то ходили, искали Сбербанк. Потому что нам нужно было что-то купить где-то. Там не принимали. А, как раз в Олимпийском мне надо было петличку купить тогда для Монкбанка. Все с этого места и началось. То есть, тогда в Олимпийском сдавали, в основном, в главном здании сдавали всякие на этажах, ну, как кабинетики. Там от патронов до гондонов все продавали. Это такая пословица. Вот. Вот такое здание. Смотрите, какое интересное. Мне кажется, Паш, ходит где-то с другой стороны. Какое красивое здание. Такое темное. Почему-то РПЦ не дошло до него, до реставрации. Руки не дошли. Лестница какая в небо. Ага. А, так звонарь, потому что там, видишь, там колокола. Интересно, как. Ну, на территории, на территории храма, на территории больницы. И вот. И как раз мы там покупали. И там можно было, почему-то они не принимали тогда, года два назад, когда начал Монкбанки снимать, не принимали. Вон, какая окладка, смотрите, старая. Какие двери. Смотрите, вот. Даже не отреставрировано, ничего. Вон, какое. Ну, так. Придает это, конечно, эпичность этому зданию. Но как-то это странно все. И вот тогда, почему-то даже Сбербанк онлайн и переводы ничего. Нам нужно было срочно найти банкомат. Банкомат. Вон, какое. Смотрите, храм. Вот, все. Подворье Патриарха Московского и всея Руси. Ну, что, это? Или что, это храм? В честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при больнице. Мо-И-И-Ки. Ну, мы внутрь же не пойдем, наверное. Правда ведь? Ну, красивое здание. А еще где-то такое же, типа, какая-то армянская церковь здесь должна быть рядом. Или что-то уж помнишь? Мы тогда ходили. Ну, такая тоже из такого же, а у меня, из красного, такая круглая. Где-то там дальше, по-моему, она стоит. Нет? Да, понятно это дело. Что, выходим мы все отсюда, что ли? Смотрел? Да, посмотрел. Круглая, красная церковь армянская должна быть где-то. Красивое такое здание. Да, вот здесь вроде она как более-менее сделана. А где-то так вот вообще, видите, облупленная. Не будем заходить в следующий раз. Зубные врачи сидят. Кстати, я до сих пор лечу зубы, ребята. Многие записали там, кто сколько стоит. У меня получается один зуб кариеса, 3500 плюс 800 рублей, типа, анестезия. Ну, в зависимости от глубины. Но почему-то всегда с меня берут что средний кариес, что поверхностный кариес. Все берут 3500. И сегодня я иду не лечить зубы, а делаю пломбу. А пломбу они как-то называют, как они это когда-то, неисточная. На шлифовочку? На шлифовочку. Нет, сейчас вспомню. Как-то это называется, типа, поверхностная пломба или как-то. Короче, как-то это. Ну, короче, зуб на зуб попадает и неудобно, то есть больно отдает в нижнюю челюсть. Поэтому сегодня я пойду к врачу. На шлифовочку? Ну, короче, на шлифовочку, да, чтобы они мне стучили. Я уже и вчера ходил, и сегодня пойду. И, короче, сегодня никак не могут мне это, сточить зуб, потому что слишком много, видимо, положили пломбы. И поэтому зуб на зуб попадает, и то есть ощущение, что чего-то лишнего. То есть, короче, не знаю, сталкивались вы с этим, не сталкивались. То есть, я как-то помню, в Перми лечил зуб тоже. И по знакомству, потому что одному зубному, зубной поликлинике проводили мероприятие. У них там какой-то юбилей был первый, как-то называется, что ли, в Перми номер один. И мне там главврач сказал, если что, ходите, вот лечите, я вам, приходите. Ну, короче, я пришел туда. Хуже некуда. Я в эту муниципальную клинику пришел. Они мне, значит, зуб-то сделали, а у меня ощущение, как будто у меня вообще все деформировалось. Один зуб тут так торчит, другой так торчит. Ничего не сточили, ничего не поравняли. И, короче, эти пломбы где-то торчат, прикусывать, когда зубы прикусываешь, больно. Я пошел, у меня есть хороший знакомый. Паша, она мама, сейчас, кстати, к нему ходит. Кто из Перми, ходите, кому надо, я скажу. Леша Мельников. А не помнишь, как клиника называется на Стахановке? Очень хороший врач. Широкого профиля действия. Он раньше просто лечил, сейчас он делает и протезы. Короче, хороший врач, молодой, мой знакомый. И я к нему, когда пришел, он говорит, боже, что сделали с тобой? У тебя, говорит, зубы-то просто, говорит, пломбы-то не сточенные. То есть они тебе нарастить-то нарастили, видимо, чуть-чуть что-то подсняли. А калькой, ну, как бы, калькой-то сделали. Ну, в общем, мне все сточили, что надо. Я вот так вот ходил, тоже тогда, по-моему, неделю мучился. Не жевать, не пердеть, ничего не мог. А потом вот сточили, и стало все нормально. Но вчера я приходил к врачу, говорю, так вы мне не сточили тот, который мне лечит. Он мне сточил, то есть, когда лечил-то он сточил. И в этот раз опять кальку положил, опять стачивает. Так значит, он что-то не доделывает. Зачем вот ты стачиваешь, да, как бы вопрос. И сегодня записался к другому врачу. Короче, я, не знаю, решил или уже делать зубы или не делать зубы, потому что это уже какой-то трендец. Если я так буду... Конечно, это все бесплатно не доделать, потому что, как они сказали, гарантия типа пломбы, ходите, делайте. Опять же, это... Очень все это как-то странно, все это... Короче, фиг знает, что делать. Делать крышечки. Ты меня по каким-то поликлиникам сегодня гуляешь. Вышли вот прогуляться полчетвертого. Сегодня я иду в 15.30. Там окошко какое-то есть. Ну, пойду. Не выйду, говорю, из кресла пока они мне там не сточат так, как надо, потому что, ну, реально просто неудобно. Оно мешает. От того, что мешает постоянно зуб, так скажем... Или даже не вчера администратор что-то сказал, блядь, как-то это назвала. Типа высокая пломба, да? Что-то типа высокая пломба. Или как-то так она сказала. Пломба, которая не сточена. Она говорит, конечно, приходите. Я говорю, просто мне неудобно. Она говорит, приходите, потому что вот это, когда вы нажимаете, и у меня стал уже вот нижняя челюсть побаливать. Вот, смотрите. Смотри. Кто это? Смотрите. Кто этот мужчина с такими шикарными усами? Прямо шикардосненько выглядит. Я бы этому дяде с большими усами ушами поотрывал. Ну, короче, вот. И она сказала то, что нужно обязательно стачивать, потому что может быть воспаление от того, что зуб на зуб попадает, от этого страдают, так скажем, нервные окончания в зубе, в корнях зуба, и от этого может начаться воспаление. Зачем, говорит, вам это надо приходить? А я такой человек, мне так неудобно. Я к нему пришел, но я же иду к врачу, к профессионалу, я же плачу за это деньги. Он мне, значит, как это называется, пломб, кариус удаляет, пломбу ставит, стачивает. Так ты же видишь, что мешает. Я говорю, там, на кальке, я говорю, что мешает. Нет, все равно не делай. Потом я к нему на следующее не прихожу. Так если ты считал в тот день, что ничего не мешало, нахрена ты тогда стачиваешь еще, значит, там все-таки на кальке показывает, что где-то что-то попадает. Я сейчас понимаю, что что-то мешает при опускании зуба верхней челюсти к нижней, а где, я не пойму, то ли где зуб мудрости, то ли вот... Как насчитали, ребята, сколько зубов? Это я уже сделал 4, а еще насчитали, еще 7. То есть практически вся полость рта. Причем первый раз, когда я туда пришел, он мне вообще сказал просто 7. А сейчас, то есть я уже 4 сделал, так еще 11. Ой, то есть не 11, еще 7, то есть это 11 зубов, да, получается? 11 зубов. Кошемар. Не каждый, каждый зуб, вот он мне по 2 зуба лечит, это по 3 500, 3 500 и 800 рублей. Обезболивающие. Причем первый раз, вчера, или когда я делал, мне даже обезболивающие не поставил. Ну, конечно, не посчитали. Ну, короче, вот фиг знает. Но это еще, так скажем, в нашем доме, это... Как она, не помнишь, Паш, называется клиника? Дентал. Нет? Дентал, как... Не знаю. Ну, короче, бюджетная, да, платная клиника, но бюджетная. И смысл в том, что в других клиниках, вот сегодня мы смотрели, одна пломба стоит 8 тысяч рублей, да? Ну, да, да. То есть это средняя цена в Москве? То есть я говорил, что я хожу, куда лечу? Где-то 6, где-то 8. Ну, от организации и все остальное. Я говорю, а что, значит, эти-то, получается, себе в убыток работают, что ли? Почему везде средняя цена по Москве, там 6-8, а эти, значит, кариес делают за 3,5. Хотя у них написано 1700 вообще. А почему ты в ресторан в один пойдешь, стук больше в столовую? Ну, за 3,5 ты же больше не нашел? В столовую ты пойдешь за 120 рублей, суп-борщ съешь в какой-то, а где-то на заводе за 60, а пойдешь в ресторан и съешь бочк с панпушками за 480. Что они в столовой в минус работают? Нет? Просто подача, ресторан, место съем, аренда, да? Да, все тоже влияет. Здесь тоже самое. То есть либо это как для этого здесь, как стоматологический кабинетик, недостаточно все просто сделано, либо ты придешь в современную стоматологию, где там не один врач работает, допустим, я вот по страховке скажу, а они всегда работают с ассистентом, ассистентом тебе воздух, слюни высасывают, там, ну, 65 приборов, вроде, сон. А здесь тебе проще там, ну, вот родиться сделает, все, никого же нет ассистента нет. Ну, она есть, но она какая-то такая, ни рыба, ни мясо, так скажем. Тороли вроде стоит, вроде бы, как бы, и где-то рядом, что она даже не могла поставить эту штуку, которая светит в зуб, там, знаете, когда пломбу ставят, что она делает, эта фигня, светящаяся такая, крючок такой. Не знаю, обеззараживает она или что, я не знаю, напишите в комментариях, а что она там, так она даже не могла это сделать. Вот мы дошли, мы впереди, вот уже там, вот далеко-далеко, вот там, где автобус проезжает, это уже третье транспортное кольцо, и на той стороне Рижский вокзал. Эта улица, я что-то даже не знаю, как она называется, но вот в этот дом мы ходили, вот в этом доме мы тоже как-то искали, когда квартиру давно, лет 85 назад. Короче, в этом доме искали, но тут не парковки, не на улице, потому что платные уже тогда были парковки, и во дворе толком мест не было, для меня было проблематично, то есть мне нужно было куда-то машину ставить. Так что, вот в этом, ну и что-то хозяйка нам тоже не понравилась, да и сама квартира, честно говоря. По той стороне пойдем? Здесь тоже на этой улице трамвайные пути есть, и трамвай уже миллион лет не ходят. Зачем эти трамваи нужны? Это трамвайные пути, я не знаю. Когда-то ходил трамвай здесь, что там за улица? Трифоново, Трифоновская, Трифоновская. Дождь начал моросить. В общем, все идет к зиме. Но Паша молодец, он такой, сегодня ехали с Любой, с нашей соседкой, она говорит, блин, такая погода тоже, зашла как я, стонал, стонал, я говорю, слушай, у Паши, говорю, позитивный такой настроен, говорит, зато через 4 месяца уже весна. Она говорит, так вот если бы через 2, так было бы вообще здорово. Но все равно время бежит, уже ноябрь месяц, ну не середина ноября, конечно, но еще чуть-чуть, еще пару пуков, и уже число 15 ноября будет, там уже к Новому году, но там впереди еще январь, февраль. Так что тоже история долговатая, конечно, если честно. Мы мечтаем о весне, а еще и зима, по сути дела, не началась. Зима это такое место, такое время года, которое очень долго, оно всегда тикомодное, зима не хочет уходить, вроде бы теплые деньки наступают, это все равно холодно, снег выпадает дождь, вот такая вот серость, вроде бы март месяц, все хотят уже тепло сто раз, а оно все вот такая вот погода, поэтому вот как-то вот, как-то все... Будем жить надеждой, будем жить, будем жить тем, что скоро Новый год, а там уже и Рождество, а там уже и праздник женщин, 8 марта, но февраль это вообще, конечно, такой вроде, он короткий, называют февраль коротким месяцем, а для меня февраль это вообще самый длинный месяц, как мне кажется, потому что это вообще в месяц он в никуда, и не в работу всегда это было, и не работы толком в феврале не было, всегда, причем во всех сферах, и у Паши там, да, у вас тоже февраль это какое-то всегда затишье, и у нас вот я, ну то есть Бляха-Муха вот какой-то месяц он вообще нелюбимый для меня, никакой я бы сказал, никакой. Вот я тебе говорю, вот оно здание-то красное, вот здесь красиво, да, привел, я ему говорю, говорю, где-то здесь должна быть на какой-то улице, вот, церковушечка такая красивая, не знаю, но мне кажется, что это типа стиль, что это армянское, кто тут в Москве живет, тут Ирина Мылова, кстати, рядышком здесь живет, буквально вот тут, где-то в этом районе, может быть, ты здесь частенечко гуляешь и знаешь, что это за храм, напиши в комментариях, или кто знает, я не знаю, на что похоже, интересно, эта церковь, что это за церковь, ну, мне кажется, не классическая такая, во-первых, кресты такие странные, и сама архитектура церкви, такая, не православная, так скажем, хотя православие армяне, они же тоже православные, просто у них немножко по-другому, праздники отмечаются, ну, и сама стилистика, церквей другая, вот, мне кажется, ну, крест, вот, без нашего, вот этого, который в ад или в рай, вот эта вот палка идет, в общем, такого тоже красивого, ну, сейчас пасмурно не так смотрится, а в ясный день, конечно, она более сочная, сама церковушка, такого красного цвета, красно-коричневого, такие здания, монолитные в Москве, посмотрите, целая улица, одинаковых домов, как в этом фильме, с легким паром, так как это, ирония судьбы, да, когда там, помните, советские строители, строили все, одинаковые, как это пошло, типовые, да, дома, и вот, мне, ну, почему-то сразу напомнил этот фильм, Рязаново, вот эти типовые дома, одинаковые, целая улица, таких домич, огромнейших, просто в ряд стоят, ничего особенного нет, мы недавно тут смотрели, вчера ходили в районе, в стороне Медведково, и смотрели несколько домов, пиковских, квартиры, цены, но мы не ходили, конечно, не снимали, так при, ну, разговаривали с мужчиной, там, сколько что стоит, сколько стоит квартира, как она стала, сколько стоит парковочное место, там у них нет, оказывается, все-таки, кто-то писал, что в домах, в этих новых, типа, что есть, балконы встроенные, типа, внутри, как лоджии, ни хрена, вот мы вчера, кстати, разговаривали, с жильцом, он прямо рассказывал, он сказал, что балконов там нет, я говорю, а где же место для хранения, он говорит, отдельно продается за 300 тысяч в подвале, дома, типа, как, ну, типа, как, не знаю, сарай, или что он там сказал, как это, бытовки какие-то, да, кладовки, ну, зависимости, 300 тысяч, в зависимости от площади этой кладовки, ну, вот за 300 тысяч в среднем примерно покупайте, балконов нет, то есть, но, цена, там, около 15 миллионов, но стоил он, типа, сколько он сказал, за 12 сначала, 74 квадратных метра, кухня 20, там, что-то квадратных, ну, в общем, там надо смотреть, ну, в общем, сейчас, типа, дом построился, простоял он уже два года, люди стали въезжать, и цена сразу возросла, на 3 миллиона, стал дороже дом стоить, ну, квартира вот эта вот их, и парковочное место продавалось, когда дом только сдался за 600 тысяч, а сейчас продают за миллион 600, то есть, вот такие цены, в Москве деньги зарабатывают не только на жилье, но еще и на парковочных местах, потому что, опять же, Собакин делает все, чтобы людям негде было поставить машину, потому что все платно, даже в наших районах, в далеких районах, далеко от парковых зон, далеко от метро, строятся везде парковочные места платные, платные, и причем он говорит это, то, что вы можете воспользоваться, если вы прописаны в этом доме, но мы же все прекрасно понимаем, что как минимум 50 на 50 процентов людей, кто-то сдает квартиры москвичи, а кто-то их снимает у москвичей, а получить парковочное место бесплатное, там и то с 9 вечера до 7 утра, или до 9 утра, остальное время ты все-таки должен опять оплачивать с 9 утра до 9, например, там вечера, то есть все равно ты должен почасово оплачивать 40 рублей в час, 70 рублей в час, 120 рублей в час, в зависимости от района, это тоже неудобно, поэтому коммерсанты, которые строят дома, они сделают парковки подземные, но ты их должен отдельно купить, стоимость квартир, они не входят, ну или ищи, пожалуйста, себе место, где хочешь, строи отдельно гараж где-нибудь, в общем, поэтому, вот это все, вот это вот огромнейшее, с внутренними дворами, намного даже, мне кажется, удобнее, чем новые вам востройки, потому что в таких домах в советское время были дворы, были улицы, разъезды, внутренние дворы, придомовые территории, и что сейчас делать, так же, как у нас, где однокомнатная квартира наша, там мы просто поставили шлагбаумы, друг друга соседи знают, три дома, все в шлагбаумах, и заезжаешь, просто практически всегда есть место, а если этих мест нет, то ты можешь спокойно договориться с соседем, что я тебя зажму, завтра, если будешь выезжать, вот позвони мне, я выйду и машину отгоню, тебя выпущу. Поэтому тоже интересно у вас узнать, какую квартиру бы вы купили, все-таки в новостройке, или в старом фонде, и что вам все-таки ближе. Вот вчера мы даже с этим мужчиной разговаривали, он сказал то, что, я говорю, мы мерзнем, у нас, мы ходим в шапках, практически в носках, в куртках зимой, и сейчас даже, вот на сегодняшний момент, с такой погодой, дома мы мерзнем, мы ходим при еле теплых батареях, в носках, в слитках, в кофтах, в футболках, и в штанах домашних, то есть, ну так вот одеты, ну видите, как мы примерно дома ходим, он говорит, вы что, я, говорит, дома, у меня дети, мы все в трусах ходим, мы даже что-то оставляем, открываем на проветривание, потому что очень-очень жарко, эта машина вот ездит, как раз и фотографирует неправильно припаркованные места, кстати, они ездят внутри дворах новостроек, потому что там внутренних домов со шлагбаумом чаще всего нет, но если есть, то это ТСЖ с отдельной опять оплатой, с отдельными деньгами, застройщика, или еще что-то. А мы подошли к этой церквушечке, да, все-таки, я как правильно сказал, что это армянский, российская, и новонахичевская епархия, если неправильно прочитал, поправьте, епархия армянской апостольской церкви, ну это типа как музей, вот вход, но сама вот церковь здесь, все-таки я правильно сказал, ну просто вот, мне кажется, к бабке не ходи, просто по ее архитектуре было ясно, что очень, что-то вот связано с армянскими церквями, очень так выглядит, достаточно эпически и красиво, вот мы к ней прямо подошли, поэтому молодцы, кто отгадал, молодцы, кто написал комментарий, что к какой церкви это относится, и кто отгадал, и кто не отгадал, очень вам благодарен, какая лепнина красивая, интересно очень здание, конечно, тут все внутри какие-то, ну видимо, есть какой-то музей, есть еще что-то, красиво выглядит, вон сколько сотрудников Яндекс.Иду устраиваются на работу, сколько потребностей есть в доставке продуктов, питания, москвичам, и гостям столицы, вот, приехали мы, короче, на мясокомбинат Останкинский, вообще нам надо другое немножко место, завод Баскин-Робинс, находится на, рядышком с мясокомбинатом Останкинским, на улице, огородный, проезд 16, строение, какое-то там бесконечное, ну цены здесь точно такие же практически, как в магазине, строение 22, единственное только то, что здесь можно купить виды мороженого, таких, например, которых нет в магазинах, например, на фруктозе, вкусы, чаще всего закупают те, которые любят покупатели, например, в Ашане, в Атаке, хоть где там, не знаю, перекрестки, а здесь есть такие, которые, ну, редко закупают, например, целый завод Баскин-Робинс, вот он, огромнейший, а там дальше мясокомбинат Останкинский. Паша поехал кататься на монорельсе, изживает себя, конечно, монорельс, у меня есть видео, интересно очень, сам сделал, сам сочинял, ходили, снимали, посмотрите, московский монорельс, вам да, это видео, очень интересно, и еще есть документальный фильм о Останкинской телебашне, тоже, кто не смотрел, новые подписчики, посмотрите, там куча просмотров, время уже, расписание поездов, видите, появилась в сторону Тимирязевской, в сторону Сергея Изнштейна, в сторону ВДНХ, как раз вот, время, ходят они сейчас, по-моему, раз в полчаса, раз в полчаса, раз в полчаса, да, ходят? Печально, конечно, такое, вваленые, столько денег у него, вот, ну, тут много людей, которые ездят, катаются просто, приезжают на экскурсию, в Москве, садятся на ВДНХ, и катаются на нем, нам нужно до дома добраться, что мне к зубному, так что вот, изживает себя, этот, вид транспорта, когда-то, Лужков, вложил кучу денег у него, но никак не посоветовался, с другими, садись туда, с другими странами, где есть этот монорельс, там Китай, Япония, ну, поэтому, очень медленно ходят, и построили новую, салатовую ветку, здесь, фанвизинская называется, ну, в общем, посмотрите, интересный, у меня документальный фильм, он соединяет, получается, рыжую ветку, с серой, где он, ботаниевод, ВДНХ, соединяет, с фанвизинской, салатовой, и с темирязевской, серая ветка, в большинстве случаев, люди, конечно, ездят просто, как экскурсия, как экскурсия, на нем, садятся, на ВДНХ, на самом деле, достопримечательностей, достопримечательностей много, можно посмотреть, это ВДНХ, и космонавтики, музеи, и, как он называется, телецентр, там, где мы гуляем часто, поэтому, сейчас мы решили доехать до конечной, чтобы там нормально сесть, Паша говорит, прокатиться, тысячу лет не ездили, ну и поехать в сторону, до конечной, доедем, наверное, мы до, как раз до, Сергей Зенштейна, и там, выйдем, пойдем в сторону дома, проходимость маленькая, потому что, Панвизинскую салатовую ветку открыли, открыли МЦК, и, короче, этот монорельс, никому не нужен стал, очень маленькая проходимость у него, хотя, как мне, так он, его просто нужно развивать, вкладывать деньги, но говорят, что он очень-очень много потребляет на зарплаты, хотя сократили штат на, на водителей, ну, вообще на обслуживающий персонал, не оправдывает себя, короче, так что вот, конечная, выходим.